всем привет до этого я делал разные видео как можно программировать под линукс и под windows чтобы программы были ну более-менее кросплатформе на ну думал что уже как бы все посмотрела ничего интересного пока нету для меня но тут наткнуться на тему си шарпа поэтому это видео будет посвящено как можно что-то простое сделать все шарпи без того же windows а это подойдет видео для начинающих для тех кто хочет полноценно этим всем заниматься тут уже надо иметь windows полноценную ставить гигантскую visual studio и париться в ней но у нас другая цель научиться простейшие вещи делать и чтобы они потом работали под линуксом ну и по возможности под windows а ну чтобы это все было легковесное ну и в чем плюс еще в том что это один из неплохих способов написать программу визуальную под линукс тот же самый итак приступим к делу первым делом нам необходимо будет поставить под систему моно которая является бесплатным аналогом платформы dotnet . нет которая используется все шарпи то есть вот такой скриптик я накопал его вам нужно будет запустить ссылка вот тут тоже есть давайте его установят то есть это первое это короче основное с чего надо начать так готова но я ее кстати рекомендую эту штуку обязательно поставить если у вас просто вайн сразу после установки войны и обстоит теперь мы установим среду разработки легкое ожидание значит среда наша будет называться моно девелоп итак посмотрим вот она красавица ваш скинем и сюда ну давайте теперь сделаем первая наш программу консольный проект на си шарпи вот наш класс детская программка готова кстати скрипт который вот установил это все вот имеет вот эту хитрую штуку для того чтобы запускались консольные программы маленький глюк возникал моно девелоп при запуске вот этим делом пропачивалась итак поздравляю вас у нас появился значит здесь экзешный чик уже готовы но он сейчас быстрее всего нормально не заработает но ведь ничего не видно да давайте попробуем по-другому заработал хорошо и у вас windows это заработает тоже но теперь посмотрим то ради чего я вообще изначально все это хотел сделать мы посмотрим визуальную программу с компонентами гдк шар так сказать готово теперь давайте-ка ее немного усовершенствую чтоб тут чего-нибудь она же он по нажималась значит первым делом здесь нужно кинуть разметку у нас будет фиксированная разметка то есть там где мы компонент поставим там он и будет вот и метку сделаю так тут тут еще есть свойства ну и как в других языках в том же делфи например чем нам тут давайте попробуем сейчас вы двигать так не сможете пошла на фиксированная разметка мы можем вот отсюда поменять я вам просто немного покажу что тут вообще можно замутить вот и пределаем обработчик события так сигнал нам нужно клик кнопки тык 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 значит наша метка называется лэйбл вот хоть конструктор name вы был 1 видите и тут пишем начать итак пишем сюда имя этого компонента текст равняется за части вот получилось простая программка визуальная значит что мы тут проделаем мы сделали программу смотрите на языке сша и с использованием компонент gdk теперь давайте это все закроем и посмотрим что вышло вот здесь попробуем это запустите она пока не запускается но можно принудительно запустить здесь написать моно вот так видите это работает но это запустил получается через установленную под систему плинуксе а когда я вот просто нажимаю она не работает почему потому что это через войн пытается запуститься вот видите какая фигня нам нужно теперь наш вайн это же как бы виртуальный windows его прокачать давайте его прокачаем наш теперь мы должны установить будем наш виртуальный windows нашу вайн значит тоже моно под систему настоящем windows и там и то есть уже тут нет аналог но у нас тут нет но если у вас даже windows все равно и лучше установить чтобы потом вот эта часть работала gdk шарпы так это чтобы графика визуально заработала подобно это мы же пишем не на windows формах родных windows и она gdk шинах компонента винду линукса поэтому надо и эту штуку поставить вот она сейчас в наш виртуальный windows будет ставится ну и вот теперь если мы все правильно сделали она должна запуститься вот видите теперь это уже запустилась под нашим windows сам теперь давайте запустим ее еще и вот так вы сравнили видите так у вас будет windows и выглядеть и так у нас выглядит в линуксе ну вот настоящая так сказать у нас кроссплатформенная программка получилась все эти ссылки я выложу под описание видео таким образом заключение сделаем мы с помощью этой штуки можем постигнуть основы все шарпа простейшего а также делать визуальные компоненты используя палитру компонент которые здесь есть все основные компоненты gdk рассмотрим что же делать тем у кого windows значит есть два рабочих на данный момент решения первые с это программа exo marine студия значит ну тут я естественную не смогу показать потому что она не заработает под линуксом но я под винду сам протестировал это аналог то что вы сейчас видели но я так подозреваю что из этой программы xo marine studio потом сделали то что я вам показал вам нужно будет вот эту программку установить и потом проекты которые были сделаны значит предыдущие как она у нас там назвалась моно девелоп откроется вот в этой программе xo marine studio но к сожалению назад в обратной совместимости нет то есть если xo marine studio проект то он не откроется удачной откроется будет ошибки выдать в обратную сторону не то есть то что в линуксе вы сделаете тут откроется значит как бы здесь значит этот пошагово сделал первое вы должны тоже будете установить под систему муна значит два файла если ваш за 4 разрядная система мы добавляем поддержку получается моно ну это типа как я сказал аналог дотнета и поддержку gdk компонент первый шаг потом устанавливаем вот эту библиотеку которая нужна эта штука вот тут ссылка тоже будет на эту библиотеку потом механизм сборки и потом короче саму эту студию могут принципе все и потом вот у вас появится вот такая вещь аналогичного то есть у кого значит то линукс пользуется нормальный моно девелоп у кого windows xamarin studio либо есть еще интересная штука шаг девелоп называется значит выглядит она вот так эта штука тоже я проверил в чем ее фишка она портативная позволяет делать не только консольные приложения на си шарпе но вы также программы windows ски вот видите здесь windows форм короче поддержит его вы можете там что-то сделать потом у вас готовый экзешник откроется и в линуксе вайн под системе то есть здесь вообще ничего не надо устанавливать просто windows 10 распакуйте ее и она будет работать она не умеет делать с gdk вот эти вот графические компоненты но зато она умеет родные для windows а делать эта штука очень удобно но мне даже не пришлось эту библиотеку устанавливать сайт откуда вы это все ссылка тоже будет таким образом вы сможете попробовать этот язык программирование самый раз для начинания для студентов например ну и потом вам решать нужно вам это все или не нужно если вас заинтересует под линукс то можете делать несложные программы с визуальной частью на gdk на языке си шарп но если вас сильно это заинтересует тогда вам придется идти к вин на windows и визуал студия 10 шаг полноценный на этом все всем пока